Ты кто такой? Дэйв Клейман Друзья, сегодня речь пойдет об американском специалисте в области компьютерной безопасности, системном инженерии Microsoft и по совместительству одном из изобретателей биткоина. Талантливом американском разработчике, компьютерном криминалисте и трудолюбивом человеке. Поехали! Дэйв родился в Штатах в 1967 году. В возрасте 21 года он был призван на службу в армию США. А затем продолжил свою деятельность в правоохранительных органах. По окончанию службы в армии Дэйв получил медаль за достижение и похвалу, подписанную министром. В благодарности указано, внешний вид, знания общих военных предметов, текущих событий и других предметов, охватываемых в сочетании с вашей твердой преданностью долгу, никогда не делали ничего, кроме выдающихся результатов. Итак, после отличной службы в армии Клейман вернулся в свой родной город и стал сотрудником правоохранительных органов в офисе шерифа округа Палм-Бич. Эта работа стала отправной точкой в карьере Дэйва. Обязательно досмотрите до конца, чтобы узнать, к чему это привело. В 1995 году Дэйв попал в аварию на мотоцикле, которая привела его к параличу, и с тех пор он был прикован к инвалидной коляске. Но инвалидность не смогла остановить Клеймана, и он продолжал работать в органах, где получил звание детектива. Также он работал аналитиком по системной безопасности в отделе компьютерных преступлений и помогал в создании лаборатории компьютерной криминалистики. Но прежде чем стать криминалистом, Клейман работал в ряде высокотехнологичных компаний, в том числе в компании S-Doc. Будучи директором по информационной безопасности, в этой компании он разработал инструмент шифрования Windows, превосходящий все существующие аналоги. Впоследствии эта технология использовалась в НАСА, Министерстве финансов США и Управлении генерального инспектора. Как вы понимаете, с ростом значимости его технологий кошелек Дэйва становится толще, хотя идея для него была важнее финансов. Кроме всего этого, Клейман был участником форума MadsDot Cryptography, где Сатоши Накамото впервые объявила биткоине 31 октября 2008 года. И что-то нам подсказывает, что наш сегодняшний герой узнал о биткоине до того, как он был запущен в сеть. В 2011 году Клейман основал компанию InfoDefense Research во Флориде предположительно для добычи биткоинов. Так уж сложилось, что Дэйв Клейман не смог долгое время работать в индустрии криптовалют, так как в 2013 году его болезнь, золотистый стафилокоп, усложнялась, что привело к смерти 26 апреля. В декабре 2015 года ресурс Гизмода сообщил, что Дэйв Клейман, возможно, был замешан в изобретении биткоин, основываясь на информации, обнаруженной в нескольких просрочившихся документах. В мае 2016 года в статье The Economist Крейг Райт заявил, что он под псевдонимом Сатоши Накамото и Дэйв Клейман занимались изобретением биткоина. Однако эти версии не воспринимались сообществом. Но еще одним поводом думать о том, что именно Клейман является создателем первой криптовалюты, стало заявление одного из первых биткоин-разработчиков, Джеффа Гарзика. Он длительное время общался с Сатоши на форуме BitcoinTalk, поэтому знает его достаточно хорошо и понимает его мышление. Исходя из этого, он предполагает, что биткоин разрабатывался человеком, который не имеет классического образования в области разработки программного обеспечения. А лучше всего на эту роль подходит Дэйв Клейман. Интересное предположение. У меня вот тоже, например, нет образования в этой области. Пойду-ка я скажу, что я Сатоши. В феврале 2018 года брат Дэйва возбудил судебный процесс в окружном суде США по Южному округу Флориды от имени Клеймана против Крейга Райта за права на биткоины на сумму более 5 миллиардов долларов, утверждая, что Райт украл цифровые монеты Дэйва. В иске утверждается, что 12 января 2009 года Клейман, Райт и два других человека совершили первую биткоин-транзакцию, по результату которой монеты были отправлены Хэллу Финни. Но, по словам Крейга Райта, Клейман потерял эти деньги из-за захвата правительством США криптобиржи Либерти Резерв из Коста-Рики. Нету мне их больше, клянусь, это все государство виновата, словно говорил Райт. Прошло два года, и в сентябре 2020 года суд Южного округа штата Флорида отклонил ходатайство основателя компании Эн Чайн и самозваного создателя биткоина Райта о вынесении решения в его пользу в порядке упрощенного производства. Суд отклоняет утверждение ответчика о несостоятельности обвинения. Ходатайство ответчика отклоняется по всем основаниям, говорится в решении. Дело Райта против семьи его бывшего партнера по бизнесу Дэйва Клеймана тянется с 2018 года. Предполагается, что они вместе добывали биткоин в ранние годы существования криптовалюты, в результате чего на счетах контролируемого Райтом Траста должно содержаться свыше одного миллиона монет. Райт отказывается признавать, что не имеет отношения к этим биткоинам, но и ключи доступа предоставить не может. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это, кстати. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Что ж, Дэйв Клейман, теперь мы знаем, кто ты такой. Надеемся, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и самое главное, пишите в комментариях свое мнение и о ком бы вы хотели увидеть следующий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. Эксмо. Мы говорим о людях.